всем доброе дождливое утро наконец-то у нас дождик за последние не за там две недели наверное или три недели в общем ничего плохого там нету температура 24 градуса так вот давайте сегодня все таки мы идем курс опять нас который есть у нас продавец да и перейдем к следующему шагу это у нас выяснение потребностей мы с вами рассмотрели да чтобы поздоровались правильно да что там поработали в единой системе ценностей сделали комплименты и подчеркнули ту такую скажем дали особенность вашего клиента и вы с ним стали работать над волне так вот все таки зачем нужно выяснять потребности да просто элементарно чтобы не выглядело это так как будто хотите что-либо втюхать да я видел очень много вариантов обычно магазине продавец например говорит например того сам покупателю вот здесь этот хороший диван он вам подойдет ну как она может знать может она там ванга может все кто-нибудь как он может определить что подойдет и не подойдет скорее всего просто неохота это все делать не выяснять потому что опять же нужно в клинице например если там риэлтор там вот нас есть хороший комплекс какой такой то как может судить хороший от комплекс будет для этого человека или нехороший примеру если не понимает значение зачем нужна квартира например вообще это или например возьмем тот же самый пример там телефон да приходит примеру бабушка соответственно если без выяснения потребностей то начинает предлагать телефон с какими-то большими кнопками удобно да а в итоге бабушка покупает телефон для внучки и ей нужно iphone примеру поэтому конечно нужно задавать вопросы надо выяснять потребности и по большому счету если сдавать их правильно то у клиента не будет агрессии на эти вопросы он будет нормально воспринимать если правильно сказать как бы особенно тоже у меня тоже бывает когда я беру начинаю спрашивать там а сколько вам лето если у вас дети а зачем вам это доберу объясняю потому что говорим за месяц в зависимости от этого мы будем выбирать вам район который больше подходит либо для проживания либо больше подходит для отдыха опять же тогда клиент наоборот он как бы я чувствую как он в трубку улыбается и конечно ему становится приятно дальше разговаривать потому что он понимает что как бы я как продавец заинтересован ему не стучит что-либо да что интересно мне а действительно я выбираем вот этот продукт этот объект который будет ему интересен именно именно клиенту поэтому нужно задавать вопросы опять же если мы вспомним в школу с вами то давайте вспомним как как в школе нас учат правильно задать вопросы надо задавать вопросы чтобы не было односложных ответов да нет может быть вполне может быть поэтому нужно задавать вопрос формулирую так чтобы человек мог рассказывать чуть больше да например те же самые примеркой марки предпочитаете то же самое автомобиль еще что-нибудь почему просто так даже для интереса как бы надо выслушать и самое главное при выяснении потребности человек вывод вы играете вот с ним в эту игру да выясняете потребность вам самое главное нужно уметь слушать потому что я очень много как бы наблюдал картин таких даже скажу больше даже по работе с риэлторами даже те же самых при отдел продаж которые находятся непосредственно например при объектах да там человеку это вы знаете вот мне нужны хорошие видовые характеристики мне я всю жизнь мечтала встречать закат чтобы солнышко было виду окошко все им про да да вот здесь хорошая квартира на первом этаже она идет у нас по акции цена снижена ну клиент процент ничего не говорит ему поэтому продюсер на фиолетово он говорит что ему нужны видовые характеристики какой может первый этаж и получается знаете такая штука вроде как как бы он спросил для чего-либо но к этому не прислушался поэтому как бы клиент конечно понимает что либо продается дебил либо лыжи не едут либо еще что-нибудь поэтому если вы задаете вопросы но прислушивайтесь и не делать те же ошибки да да какой вам телефон nokia отлично вас обалденный телефон samsung да вот вот в моей бабушке такой samsung некрасиво это выглядит теперь дальше про выяснение потребности немножко иногда продается берет и делает ошибку он начинает вести какой-то допрос да да нет нет но тут конечно тоже клиент это очень сильно напрягает нужно задавать как можно в меньшее количество вопросов но формулирует их так чтобы человек на на них дал более-менее развернутый ответ да к примеру давайте возьмем там продавца при телефона да а почему вы именно предпочитаете телефон марки nokia не samsung что такого и человек берет уже начинает рассказывать там там телефон nokia у него сам первый телефон был он там 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 бабушки есть у мамы есть там то есть там да ты и пошло поехал и в этих можно все увидеть даже и плюсы и минусы если ну например прошло именно правильно послушать это что касается выяснения потребности как у меня камера все равно вибрирует непонятно может свет не хватает не знаю как с чем-то связано приходится немножко держать что еще интересного при выяснении потребности еще раз повторюсь самое главное условие чтобы выяснение потребности не перерошло в допрос это самое важное и важно когда вы задаете вопрос вы должны слушать и не должны задавать одни и те же вопросы два раза если что-нибудь слабо память то записывайте потому что человек например меня тоже как например клиента меня раздражает когда мне одни и те же вопросы задают по два раза понимаете потому что не знаю для меня и человек падает в глазах и как бы сам самому меня тоже напрягает потому что я свое время берегу и как бы его стараюсь использовать рационально ну наверное вот именно по выяснениям до потребностей на на этом закончим немножко потому что как бы нет смысла размусоливать ну вот такой шаг хорошие то вот выяснение потребности когда еще остаюсь когда продавец пытается продать что-либо без выяснения потребности это называется называется в сучить втюхать еще там раз разные видна вязать и скорее всего процентов на 95 уверен что скорее всего клиенту эта вещь не подойдет и он скорее всего к вам вернется и второй раз чтобы дабы вам не поменять этот товар или этот объект вам придется уже приложить в два раза больше усилий для того чтобы убедить что вы как бы мы подобрали именно верную продажи если вы чувствуете что все это на лице написано что ему нужно все равно нужно эту процедуру проделать чтобы человек чувствовал что покупатель данном случае что ему не как бы не втюхивает что им действительно как бы работать занимается поэтому не теряйте этих как бы не берегите 10 минут времени 10 минут надо все-таки работать надо выдержать и тогда от вас покупатель уйдет с благодарностью они чувствуют непонятно чего что и там в магазине как-то обманули ну в принципе на сегодня все по выяснению потребностей надеюсь прислушайтесь и будете правильно делать и на следующем занятии мы рассмотрим такой самый интересный пункт да это работа со возражениями то что чаще всего всех нас ставит в тупик работа с возражениями ну все всем пока всем хорошего дня